Представьте такое место, которое удалено от глав цивилизации на многие километры. Туда не дойти пешком, туда не доехать на машине. Туда можно добраться только одним способом – с помощью маленького красного вагончика. Я вам покажу мое самое первое путешествие, с которого все началось. Это была моя первая самостоятельная поездка, да еще и в одиночку. Можете представить, какое впечатление она произвела на меня. Не могу откровенно признаться, именно это путешествие дало толчок ко всем моим следующим поездкам. Всем привет, я наконец-то доехала до Абширонска. И теперь я добралась до места, в котором я буду ночевать эти дни. У нас здесь сразу же ванна идет, душевая кабинка, как и во всех отелях. Ну и, собственно, сама комната. Достаточно большая. Я пришла поздно, и поэтому здесь уже показывают вечерний урган. Там вы знаете, что он поздно идет. Чайник у меня уже вскипел, я сейчас буду пить чай. Всем доброе утро, сегодня уже раннее утро нового дня, и я выдвинулась в 5.20. Уже в путь дорогу. Мне нужно будет сейчас добраться пешком до автостанции Абширонска. Она находится на улице Варшилова 2. И вот я иду. Путь займет где-то примерно полчаса. Я надеюсь, что я не опоздаю на автобус, который будет... Ого-го, как тут проходить? Я надеюсь, что я не опоздаю на автобус, который будет уже в 6 часов отправляться. В поселок Черниговское. Откуда уже я, собственно, и поеду на узкоколейку, да, отдаленного или шпалореза по-иному. Очень прохладно сейчас. Солнце еще не встало. Я смотрела сегодняшний прогноз погоды и обещают погоду теплую. И солнце при этом будет вставать где-то в 5.40 утра. В общем, я двигаюсь. Держать телефон вот так вот тяжеловато, потому что моя рука замерзает. А я даже как-то не решилась взять свои перчатки. Подумала, что они мне просто не пригодятся. Ну, в общем, увидим, поживем, увидим, как говорится. Такая рань, но автовокзалы работают и подают билет. Я думала, что я буду покупать билеты непосредственно платя водителю, но нет. Вообще, в Шаронске вчера ночью меня не особо дружелюбно встретил, потому что я сразу попала в какие-то темные, злачные места, и мне надо было добираться почти 3 километра до места, где я должна переночевать буду. Не знаю, почему я именно выбрала это место. Возможно, из-за цены. Хотя здесь цена средняя, то есть от тысячи за сутки, за ночь. Я уже села в автобус, время 6.01, и кажется, я единственный пассажир. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ехали мы минут 40, а сзади меня уже стоп-матрица. О, да, ужасно, только холодно меня прям всю трясет. Но я рада. Наверное, по моим глазам это заметно. Саня, да впереди Бальдива. Может быть, кто-то будет еще садиться? Конечно. Да кто будет садиться, они поедутся. Да обойдут. Там обойдут. Где обойдут? Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Обширонская узкоколейная железная дорога – крупнейшая горная узкоколейка на территории России и бывшего Советского Союза, которая строилась и использовалась в основном для вывоза леса, а также для перевозки пассажиров. Узкоколейная железная дорога является основным средством сообщения сельскими населенными пунктами Абширонского района. Десятый километр. Кушинка. Новый Режет. Тубы. Верхние тубы. Отдаленный. Или иначе – шпалорез. Там действительно резали шпалы для железной дороги. Узкоколейка, да, поселка отдаленный, в отличие от туристической ветки в Гуамском ущелье – это дорога жизни для местного населения. Ширина колеи которой составляет 75 сантиметров. В то время как ширина обычной колеи – чуть более 150. Артур, возьмите, тут же 40 рублей, 10 рублей мне сдать. Матриса или матрица – именно так местные жители называют железнодорожный вагон, который ходит из Черниговской до Отдаленного два раза в сутки – утром и вечером в 7 часов. В выходные – только вечерние рейсы. Народ входит и выходит на разных станциях. Большую часть пассажиров составляют дети, которые едут в школу, находящуюся в отдаленном. Чем ближе мы подъезжаем к отдаленному, тем шумнее становится в кабине. Вот я и доехала до самого отдаленного шполореза. И сейчас около 10 часов, и отправление будет у нас в 3.30 приблизительно. И нужно эти 5 часов чем-то позаниматься. Я буду ходить и следовать здесь местности. Девушка, которая работает в администрации, подсказала мне, что здесь есть два магазина. Собственно, сама администрация, библиотека, детский сад и школа – что-то такое. Решила обойти все здания и зашла сначала в магазин. Там мне ничего не сказали, даже внимания не обратили. Потом я зашла на почту, и там на меня прям набросили. Мол, снимать нельзя, снимать нельзя. А потом я сделала фотографию, ну, чисто календаря, типа, какой сегодня день. Вышла за дверь из самого кабинета и начала чуть-чуть снимать, но даже не успела. И передо мной прям дверь захлопнули. В общем, на почте, как всегда, люди недружелюбные. Хотя везде, пока мы ехали, я расспрашивала местных, так скажем, да, о том, что вообще здесь есть, что это за посёлок, где мы останавливаемся. И все дружелюбно отвечали. У них такая нервная на почте работа, и именно поэтому они такие злые все. Учитывая то, что я спала сегодня буквально 4 часа, и ещё добиралась до самого Черниговского, мне прям сейчас крайне хочется спать, и даже тяжело как-то бодрствовать, не знаю. С погодой мне однозначно повезло. Утро, тишина, благодать, никого нет. Просто гуляй себе и грейся на солнышке. С погодой мне однозначно повезло. А вот, видимо, я и нашла школу, и она на берегу озера, это прекрасно. Дети там бегают, видимо, у них перемена, во что-то играют. И это наверняка те самые парни, которые ехали в Матрице и шумели, стреляли пистолетиками. Вот она, собственно говоря, вся разруха. Знаете, меня удивляет, как этот посёлок ещё живёт, в нём как-то поддерживается эта жизнь, магазины, школа. И при этом в школу дети ездят в других посёлках, но при этом разруха на лицо абсолютная. Каждое второе здание старое, сгнившее, развалившееся. Мой вопрос остаётся открытым, что будет с этим посёлком, если сломается узкоколейка. Или матрица выйдет из строя. Очевидно, что в эти дома уже больше никогда никто не заедет и не будет жить, потому что здесь просто-напросто нет возможности их восстановить. И они доживают свой век, просто стоя, пугая население и саморазрушаясь. Вы просто посмотрите, в каком состоянии находится местная администрация, ещё и почта. Это просто караул. Всегда, когда я слышу звук колокольчика в городе, я понимаю, что это едет велосипедист. А здесь колокольчики у коров на шее привязаны. Я каждый раз оборачивая, думаю, что кто-то едет на велосипеде. В общем, уже настало время обедать. И так как здесь никаких кафе я не нашла, что очевидно, тут такая разруха, я буду кушать то, что я взяла с собой. У меня есть с собой лаваш, колбаса, хлеб. Такой чисто походный обед у меня будет. Ещё бананчик есть. Всем, кто сейчас кушает или собирается кушать, приятного аппетита. Здесь даже какая-то горная речушка есть, но я без понятия, что за река. Возможно, что Пшеха, она протекает как раз в Апширонске. Кто знает. Надо будет посмотреть на карту, наверное. Собственно, там вдалеке виднеются горы. Даже со снегом на вершинах. Здесь просто замечательно. А там мост, по которому едет узкоколейка. Не знаю, наверное, сейчас дотуда схожу. Если вы хотели сюда ехать, едьте. Это стоит того. Особенно все эти виды, эти горы, и сам посёлок отдалённых, и матрица. О да, как я давно хотела сюда попасть. Я наконец-то здесь. Это замечательно. Меня просто переполняют эмоции. Я пофотографировала много чего. И надеюсь, что скоро я смонтирую видео из всего этого. И, блин, буду наслаждаться и вспоминать с радостью мою поездку. И да, я поехала сюда одна, с Краснодара. Кстати, скажу немного о том, как сюда можно добраться. Я поехала с Краснодара на автобусе до Апширонска. В Апширонске я переночевала. И уже в 6 часов утра от Апширонского вокзала отходит автобус до посёлка Черниговская. Он привозит людей около 7 часов сюда. И уже в 7 часов вас ждёт в Черниговском матрице, которая отвезёт вас до отдалённых посёлков. Режет кувшинка или что-то такое, да. В общем, путешествуйте. Это очень круто. Тратите деньги на путешествия. Субтитры подогнал «Симон» Вот, собственно, и закончилось моё сегодняшнее путешествие на матрице. Я сейчас стою на остановке в Черниговской и поеду в Апширонск. И так, сегодня начался уже новый день. Сейчас я уже, как вы видите, выдвинулась в путь. И иду вновь до Апширонского автобзала. Там я сяду на маршрутку. На маршрутку до... Иду по частному сектору, поэтому везде лают собаки. Так вот, я сяду там на маршрутку до Гуамки. И уже поеду в Гуамское ущелье. Вкруг везде такая красота. Цветут цветы на деревьях. Появляются листья. Всё зелено. И светит солнышко. И это настроение однозначно улучшает. Я уже добралась до Гуамки. И, собственно, до того места, откуда пойдёт узкоколейка. В общем-то, нам сказали, что через минут 15 уже придёт этот поезд. И билеты будут покупаться непосредственно в самом вагоне. С Апширонска автобус идёт примерно час. И уже через минут 20 можно набраться до этого места. Как я прочитала, здесь есть ещё верёвочный парк. Мы проехали буквально 1700 метров. И здесь первая остановка и последняя. На самом деле, для тех, кто не хочет ехать вновь обратно на нём, то они могут прийти пешком. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»